Всем привет! В эфире нашего телеканала программа Калейдоскоп. И сегодня, в этот солнечный летний день, мы решили прогуляться возле Рязанского Кремля, а заодно рассказать вам обо всем самым интересном, что мы узнали сами за минувшую неделю. А вот, кстати, здесь по вечерам всегда играют уличные музыканты. Надо заметить, что в нашем городе это такое вообще достаточно популярное направление. Не случайно же такую любовь у зрителей, у рязанцев приобрел ежегодный фестиваль уличных музыкантов на Подбелке? Да, об этом фестивале мы обязательно расскажем. Но сегодня мы предлагаем вам познакомиться с одним из его участников. Группа «Человек», с которой мы встретились в сквере возле Кремля, на самом деле состоит из троих участников. Откуда взялось такое необычное название, рассказала нам вокалистка. Так назвала меня одна моя подруга, замечательная певица Фламенко. Она все говорила, что ты человек, человек, человек. А потом мы узнали, что по Маянскому календарю Павел тоже человек. Андрей в принципе человек вообще. И как-то мы вот решили на этом объединиться. Эта команда появилась на свет полтора года назад. Ребят свела сама судьба. Музыка еще недавно была для них хобби. Андрей занимался рекламой, Аврора контролировала строительные проекты. А Павел был связан с ландшафтным дизайном. Моя деятельность была связана с координацией проектов, с переводческой какой-то историей, и с собственным бизнесом. И много с чем еще очень амбициозным, пока умные и добрые люди не сказали мне, займись-ка музыкой. Вот, у тебя как-то будет в душе полегче. Между тем, за этот непродолжительный период ребята успели заявить о себе. В среде музыкальной их отлично знают. Веселые и зажигательные начинали они с латинских мотивов. Все началось именно с кубинской музыки. То есть изначально... Первая песня была кубинская. Да-да-да, то есть вот мы с Павлом собрались и начали разбирать именно кубинскую музыку. Чан-чан. Да, именно с этой композиции началось. А потом мы начали смотреть и в другие стороны, то есть все это как-то мешать немного. То есть находить какие-то взаимодействия. Наверное, так, да? Мы стали учиться играть латинскую музыку, потому что в нас во всех это сидит. Вот, несмотря на то, что вроде мы люди из Рязани, где-то в ДНК почему-то прописана латинская история. Но сейчас, мне кажется, вот с теми вещами, с новыми, которые у нас получаются, тут уже нельзя сказать ничего определенно. Вот, потому что они на русском языке. А теперь их композиции – это синтез разных музыкальных направлений. Мы стараемся, конечно, играть музыку естественную, естественно из нас исходящую. И не задерживаться особо на направлениях, в которых мы работаем. Потому что направлений бесконечное множество, и здорово было бы их все синтезировать, объединить. Помимо кубинских зажигательных ритмов, в музыке появились и другие мотивы. В текстах новых песен можно услышать патриотические темы. Например, есть в репертуаре «Человека» песни про Рязанский Кремль. Аврора написала текст спонтанно, гуляя по Кремлю и наблюдая за тем, как качаются на ветру ветки литв. Музыка принадлежит Павлу. Он работал над мелодией несколько лет, пока не понял, что все сложилось нужным образом. То, что текст Авроры идеально лег на музыку Павла, поразило самих музыкантов. Они писали независимо друг от друга. Эту композицию, сложную, глубокую, и другие песни группы «Человек» вы можете услышать 2 августа на фестивале уличных музыкантов «Подбелка». Марин, скоро у моего друга день рождения. Я не знаю, что ему подарить. Посоветуй. Когда речь заходит о подарках мужчинам, мне первым делом в голову приходят часы. Подари ему часы. У него есть часы. Ну, знаешь ли, часов много не бывает, особенно когда мужчина следит за своим имиджем. Для кого-то наручные часы – символ статуса, успеха и признания. Для других – незаменимый координатор во времени и пространстве. Но, как бы то ни было, к выбору этого аксессуара нужно подходить со всей ответственностью. Магазин «Мир часов» уже на протяжении 15 лет помогает рязанцам подобрать именно те модели, которые подчеркнули бы стиль и индивидуальность владельца. К своему юбилею магазин подошел в обновленном виде. Европейский стиль, светлые просторные залы, в которых теперь выделены две зоны. В первой представлены часы японских и российских производителей. Среди них особого внимания заслуживает всемирно известная фирма «Кассио». Если вы человек активный, то часы «Кассио» – именно то, что вам нужно. Спортивные часы серии «Джи Шок» созданы специально для вас. Модели этой серии сочетают в себе самые продвинутые технические характеристики. Они способны рассказать о температуре окружающей среды, давлении и сориентировать вас в пространстве. Ну и, конечно же, им не страшны ни вода, ни удары. Такая же прочность и выносливость характерны и для серии «Про Трек», созданной специально для путешественников. Ну а если вы предпочитаете многофункциональность, облаченную в более классическую форму, вам подойдут часы из серии «Эдифайз». 3D-циферблат и множество накладных деталей создают впечатление невероятной глубины этих моделей. В этой же первой зоне представлены часы русских производителей «Шарм» и «Русское время». Здесь вы найдете и мужские модели, и женские, с покрытием из популярного в России розового золота. Во второй зоне представлены модели наиболее известных швейцарских фирм. Среди них разнообразные линейки часов от фирмы «Тесот». Здесь представлены и классические модели, и спортивные со множеством разнообразных функций, и даже винтажные. Для женщин создана специальная линия механических часов с открытым узлом баланса. Эти часы подзаводятся от малейшего движения руки, а модный дизайн и яркое цветовое решение удовлетворит самые взыскательные эстетические требования. Линии часов, украшенных бриллиантами, также не оставят равнодушной прекрасную половину человечества. Кстати, этот часовой бренд, если и украшает свои изделия драгоценными камнями, то используют для этого исключительно бриллианты. Фирма «Тесот» представляет сенсорные часы линии «Ти-Тач». Помимо возможности управления механизмом с помощью легких прикосновений, вы получаете многофункциональный механизм с будильником, барометром, термометром и невероятной водозащитой. Здесь же представлен бренд «Эпос» – престижные швейцарские часы премиум-класса. Механизм часов «Эпос» – это самая большая гордость компании. Именно поэтому у всех часов сделана прозрачная задняя крышка, которая открывает богато украшенные детали механизма, рубины, вороненые винты, а самое главное – позволяет наблюдать за жизнью часов. Нельзя не упомянуть уникальный немецкий бренд из провинции Гласхюте – Бруно Зонли. Дизайн этих часов выполнен с немецкой педантичностью. Он не кричит о себе, но твердо заявляет об утонченном вкусе владельца. Помимо самих часов здесь вы сможете подобрать аксессуары для них. Так, например, часовые разноцветные ремешки премиум-класса от австрийской фирмы «Хирш» помогут придать вашим часам новый неповторимый облик. Этой фирмой разработаны уникальные линейки ремней, стойки к износу, в некоторых из них можно плавать и нырять. Также «Хирш» создала линию гипоаллергенных ремешков, пропитанных соком алоэ вера. Здесь же вы найдете часы для самых маленьких швейцарской фирмы «Флик Флаг», отличающиеся по цвету часовая и минутная стрелки, а также любимые детьми герои, изображенные на часах, наверняка помогут вашему малышу понимать время. В общем, мир часов действительно многообразен и невероятно интересен. И изучать его лучше всего опытным путем, покупая новые модели для себя и своих близких. И пусть говорят, что счастливые часов не наблюдают. Поверьте, следить за временем по таким часам – вот настоящее удовольствие. Ой, Маринка, смотри, какая красота! Вот была бы художником, взяла бы кисть, краски и нарисовала. Но я не художник. Ну, раз уж ты речь о художниках завела, я думаю, стоит рассказать о небезызвестной в Рязани личности, об Алексею Акиндинове. Да, вот, кстати, его выставки мы снимали довольно часто, но с моей точки зрения его творчество заслуживает чуть более подробного рассказа. В том, что когда маленький Леша вырастет, станет художником, не сомневался никто. Ну, а меньше всех его дедушка, который сам писал картины. Именно он, заметив, что мальчик в очередной раз разрисовывал обои толпами Дедов Морозов, решил направить его талант в более мирное русло. Подарил ему краски, кисти и начал обучать азам художественного искусства. Но, оказывается, тяга к прекрасному сформировалась в Алексея еще раньше. Его мама, будучи беременна, изучала литературу по мировому художественному искусству. Похоже, все то, что видела мама, запоминал и ребенок. Отпечаток этого наложился даже на то, что когда я учился в художественной школе, смотрел книги по изобразительному искусству, я смотрю, допустим, портрет Ван Гога с отрезанным ухом. Где-то я его уже видел. Потом генский алтарь Яна Ван Эйка. Тоже, думаю, очень знакомая работа. Или работа там Мазаччо. И когда я сказал об этом маме, она сказала, что она как раз работаете, смотрела книгу. После художественной школы Алексей поступил в Рязанское художественное училище. И уже на последних курсах начал искать свой собственный стиль работы. Ведь именно в этом, по его мнению, и заключается ценность работ художника. Получалось не сразу. Сначала был период подражания Сальвадору Долину, а потом Алексей все-таки нашел свой собственный стиль. Перелом произошел после 95-го года, когда я реставрировал Скорбященскую церковь. Там я увидел много орнаментов и узоров. Они меня как-то впечатлили. И после этого я стал сначала в рисунках делать орнаментацию. Я буквально утром проснулся и увидел человека, у которого он пил из кружки, и орнаменты перетекли на руку и на лицо. И вот думаю, вот оно. По большому счету, именно Алексея Кендинова мы можем назвать основоположником такого направления, как орнаментализм. Орнамент присутствует во всех его работах. И если изначально его использование было скорее бессознательным, то потом оно переросло в язык символов, которые в буквальном смысле можно прочитать, как, например, на картине «Баловень». Когда в 2007 году приехал Вилли Мельников на пресс-конференцию, нашу общую выставку совместную с ним, он увидел эту картину на пресс-конференции, сразу его взгляд вцепился в нее, потому что он очень много знает знаков, очень много читает, сразу переводит их в тексты, даже слова, стихи. И он вот на этой лестнице эскалатора, это первая была его такая пробная, экспериментальная часть, он прочитал. Но он прочитал сначала на том языке, очень было красиво, но я говорю, Вилли, переведи, пожалуйста, я терпеть не могу переводить. Но все-таки через буквально минуту, очень быстро, прям спонтанно, он прочитал. «Бросаю стеклянные камни сквозь каменяющие предвоздушья, держа на поводке времени стаю гончих трещин, устав быть переводчиком с языков за небесием, диалекты дельты». И он сказал, что здесь присутствует несколько языков. «Икши», «Плоскотекаль», «Кухау, Ронгу, Ронгу», ну и еще что-то там. То есть он вот столько вот там много увидел сразу. И после этого у нас началось наше сотрудничество. Для Алексея эта картина до сих пор является талисманом, и она не продается. А вот многие его работы, которые уже успели перекочевать в частные коллекции, на выставке в Музее молодежного движения можно увидеть на графических эскизах. Их художник делает каждая из работ. «Порой даже эскиз я делаю дольше, чем саму картину, потому что много что меняю. Берется бумага, закрепляется на планшет, и карандашом намечаются мысли, контуры, потом что-то стирается полностью, хотя там проведена очень большая работа, заново на этом месте рисуется. И вот появляется очень подробный графический эскиз». Именно в виде графических эскизов на выставке представлена работа на библейскую тематику. Кстати, в творчестве Алексея Акиндинова она является одной из ключевых. Здесь мы можем увидеть и его оригинальную трактовку такого известного сюжета, как «Видение пророка» и «Изыки Иля», и объединенные в одной картине сюжеты из Ветхого и Нового Завета, и работу, на написание которой художника натолкнула одна необычная история, связанная с Успенским собором. «За несколько месяцев до начала Второй мировой войны на одном из оконных пролетов Успенского собора появился образ Пресвятой Богородицы с младенцем. Естественно, его тогда краской записали, а приходит на следующий день, смотрит, он проявился еще раз. Еще раз записали, он опять проступил. И потом просто его сбили и зашпаклевали. Тогда уже образ не появился. И вот через какое-то время началась Вторая мировая война. И, возможно, вот этот вот случай как бы был таким предвестником». Творчество Алексея Кендинова многообразно. Он пишет картины не только религиозной тематики, но и бытовой, в том числе портреты натюрморты. Но все его работы отличают невероятные орнаменты. Например, на этой картине «Рождение Титана» их около 25 тысяч, и ни один из них не повторяется. Как оказалось, каждый на языке символов что-то обозначает. Но для самого автора это летопись тех двух лет, на протяжении которых писалась эта картина. Сознательно я вот в каждом этом кусочке, допустим, я за день делал небольшой кусочек, я буквально как на граммопластинке, на этих бороздках записал в памяти все, что происходило у меня в жизни. Если простой зритель смотрит на картину и видит сюжет, там, корабль, волны, мужчина и женщина, то я, кроме этого сюжета, еще вспоминаю какие-то события из своей жизни. Сегодня в мастерской Алексея Кендинова практически не осталось работ. Все выставлены здесь, в Музее истории молодежного движения. А впереди наверняка еще много выставок и за пределами нашего города, и, возможно, за пределами страны. Ведь орнаментализм – новое течение, которое привлекает своей сложностью и загадками не только художников и искусствоведов, но и простых обывателей. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи! Эксклюзивно! Только в салоне красоты «Византия» Биозавивка и долговременное выпрямление волос ProShape от Italy Hair Fashion Ультрамодная гладкость или дивные локоны Теперь выбираешь ты Салон красоты «Византия» Площадь Политаева, торговый центр «Кристалл», второй этаж Телефон 99-26-92 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин